Друзья, всем привет! Меня зовут Паша Городецкий, вы на канале Lead Startup. Обязательно переходите по ссылке в описании. У нас крутые профессии, которые актуальны на рынке IT. Мы закрываем потребности наших клиентов с нуля, закрываем их карьерные хотелки, закрываем их профессиональные хотелки и помогаем им стать теми экспертами на рынке, которыми они хотят быть. А тема этого видео – что такое Quality Gates, то есть ворота качества, как их внедрить, зачем они нужны и где и как они работают. Quality Gates – это те ворота качества, с которыми проходит продукт на каждом этапе разработки. Если есть вопросы, есть недочеты, невыполнены требования, то, соответственно, продукт отправляется на доработку. Если все ок, то идем дальше, к следующему гейту. Quality Gates используется как при разработке программного обеспечения, также используется и при производстве физических продуктов, при закрытии проектов. Очень обширные границы использования этого подхода. Основная идея в том, что Quality Gates подход позволяет разбить крупный проект на какие-то мелкие этапы, на мелкие фазы, на каждом из которых есть чек-лист, на котором можно понять, в каком статусе сейчас находится продукт либо проект, выполняет ли он свои основные требования. И вообще в некоторых компаниях он отвечает на вопрос, стоит ли вообще продолжать дальше этим заниматься. Поскольку есть, скажем так, те требования, в некоторых компаниях есть стандарты, есть какие-то показатели, метрики, по которым они оценивают каждый проект, каждый продукт на каждом этапе. То есть, да, на каждом уровне этих ворот, соответственно, принимается решение, двигаемся ли мы дальше, либо где-то, возможно, мы останавливаемся, либо где-то мы просто проводим работу над ошибками. Каждый этап Quality Gates завершается проверкой, ревью продукта проекта, соответственно, проводится проверка по чек-листу, сразу виден статус проекта, сразу понятно руководству, нужно ли продолжать, что делать дальше с этим проектом, и какие улучшения возможно нести. Quality Gates повышает качество работы в целом и повышает ответственность менеджеров, потому что они знают, что впереди их ждет ревью, и если они геят не проходят, соответственно, возникают вопросы, либо отправляется продукт на доработку, либо нужно внедрять какие-то новые бизнес-процессы, либо в целом, если компания не удовлетворена уровнем подготовки, то проект может быть закрыт. То есть вороты качества дают максимально честную, максимально объективную оценку того, какая работа была проделана и в какой фазе сейчас находится разработка продукта, проекта, чего угодно. В Quality Gates вы не можете перейти к следующему этапу, если вы не завершили, успешно не прошли предыдущий. То есть если у вас есть объективный чек-лист, то вы точно понимаете, что если вы не будете соответствовать ему на том этапе, когда вы будете показывать результаты своей работы на ревью, как раз на гейте, как это называют во многих компаниях, то, соответственно, с проектом, с продуктом могут быть проблемы, к вам могут быть вопросы. Соответственно, для вас это такая вот отметка, к которой вы обязаны подготовиться максимально, закрыть все свои хвосты, подготовить продукт в соответствии с теми требованиями, которые на него возлагает компания. Подход Quality Gates используется не только в IT, он также используется в производстве, на фабриках, на заводах. Соответственно, здесь такие же правила, что на каждом этапе производства продукта есть свои требования качества, есть свои чек-листы, соответственно, продукт дальше не проходит, и производство не продолжается в случае, если предыдущие требования не были соблюдены. Это помогает быстро реагировать на какие-то проблемы с качеством, потому что если формально чек-лист не закрыт, соответственно, какие-то есть дополнительные запросы на доработку, то процесс пересматривается. В случае с производством физических продуктов на фабриках и заводах это дополнительно гарантирует то, что продукт не надлежащего качества просто дальше не пройдет и не будет выпущен в тираж. Критически важно, чтобы Quality Gate были согласованы заранее, то есть чтобы разработка продукта либо кода происходила по заранее согласованным требованиям, они не меняются в процессе, и заранее четко определен чек-лист, то есть те критерии качества, которым должен обладать продукт для того, чтобы проходить дальше. Дополнительно в компаниях Quality Gate служит в качестве дедлайна, то есть того крайнего срока, к которому должны быть выполнены все работы по определенной фазе подготовки проекта либо продукта. Нельзя внедрять Quality Gate подход в уже разрабатываемый продукт, потому что в этом случае вы с самого начала не определяете правила игры, не определяете критерии, соответственно, это получается не жесткий подход, такой справедливый объективный подход к критериям качества, это получается просто подгонка продукта либо проекта под те требования, которые после уже придумали, для того, чтобы просто пропустить его вперед. Поэтому если какой-то проект пошел не по процедуре Quality Gate, соответственно, его надо завершить, либо принять какое-то отдельное решение дополнительно, и в будущем, с подобными проектами, надо с самого начала опять-таки разработать все гейты, которые необходимы для этого проекта, составить чек-листы и уже идти по полной процедуре с самого начала до конца. Для чего в целом внедряется подход Quality Gate? Давайте представим, что вы в компании разрабатываете продукт, проект, код, неважно. На каком-то этапе, часто такое на самом деле бывает, внезапно возникают какие-то проблемы, оказывается, что какая-то команда, какая-то функция не все подготовила к моменту сдачи, это влияет на сроки, это влияет на ожидание удовлетворенности внутренних или внешних заказчиков. То есть если вы идете по Quality Gates, этого не случится, потому что на каждом этапе вы всегда точно знаете, какой статус. То есть у руководства всегда есть четкое представление о статусе проекта, они всегда точно могут понять, если продукт, проект прошел дальше, соответственно, те требования, которые с вами обсуждались, были выполнены. Соответственно, все ок, и можно лететь дальше. В некоторых компаниях последним гейтом, в том числе, является пост-оценка. Например, в компаниях, которые разрабатывают какие-то новые продукты, новые идеи, для них это показатель того, насколько вообще был успешен проект, насколько они правильно все сделали, насколько он в итоге по факту соответствует тем форкастам, тем прогнозам, которые были заложены. Это помогает в будущем сделать более точную оценку, либо как-то пересмотреть критерии приемки чек-листы для того, чтобы эффективность в следующий раз была выше и для того, чтобы продукт лучше соответствовал требованиям. Важно, чтобы процесс прохождения гейтов у продукта был максимально объективный, чтобы он был прозрачный, чтобы все критерии, все требования по чек-листу были всем известны заранее, определены заранее, чтобы потом не получилось, что просто готовый какой-то продукт, готовят к готовой фазе продукта, натягивают просто на те требования, которые, кажется, должны быть пройдены для того, чтобы продукт продолжал свою работу в компании. Соответственно, если так происходит, то это превращается в такую очередную немножко замыленную метрику, которую просто используют для того, чтобы показать, что мы работаем над процессами, мы работаем над эффективностью наших процессов. Если это применять правильно, то есть объективно, прозрачно, чтобы все понимали, какие правила игры и какие требования к приемке на каждой фазе производства либо разработки, то в этом случае все будет максимально эффективно и, по крайней мере, в случае, если будут возникать проблемы, все об этом будут точно знать и будут знать, как исправить это в будущем. Друзья, надеюсь, было интересно. Переходите по ссылкам, подписывайтесь на наши YouTube, Telegram-каналы, изучайте наши продукты, у нас много всего интересного. Кайфуйте от своей работы, закрывайте свои карьерные, профессиональные цели, задачи, потому что на самом деле это самое главное, чтобы вы кайфовали от того, чем вы занимаетесь. Если вам нужна помощь в достижении этого состояния, мы всегда будем рады вам помочь. Всем пока!